Всем добрый вечер! На канале Express GameZona. Программа о компьютерных играх и тех, кто в них играет. Меня по-прежнему зовут Дэн, и я продолжаю знакомить вас с последними новинками индустрии виртуальных развлечений. Сегодня нас ждет очередная порция самых горячих новостей из мира игровой индустрии, хит-парад наиболее популярных игр недели, а кроме того, продолжение мистической истории небольшого городка Silent Hill, ваш персональный кошмар, игрушка под названием Silent Hill 3. Но для начала разыграем диск от нашего партнера CD-центра Gigabyte, крупнейшей в нашем городе сети магазинов по продаже компакт-дисков, DVD и игровых аксессуаров. Итак, у меня в руках находится диск с замечательной игрушкой Max Payne 2. И прямо сейчас именно вы можете стать его счастливым обладателем. Если, конечно, первым пришлете правильный ответ на мой вопрос на пейджер-редакции. Ну а вопрос проще не придумать. Как звали подружку Payne в игре? Играйте и выигрывайте. Ну а пока — новости. Итак, уже поставившая все рекорды по продажам GTA Vice City, вскоре сможет присовокупить к своим достижениям еще одно. Рекордное количество поданных исков в суд, заявленных общественных протестов и прочих выражений людского недовольства. На этот раз отличились члены двух гаитянских общин. Они подали в Нью-Йоркский городской совет протест в отношении игры от Rockstar. И намереваются пикетировать манхэттенские офисы этой компании. GTA Vice City — это настоящий культурный удар по миллионам гаитян, проживающих в США. Горячо уверяет нас Генри Фрэнк, директор одной из общин. В этом ужасном порождении расистов из Rockstar Games игрокам предписывается поубивать всех гаитян, которые выставлены неисправимыми бандитами, ворами и торговцами-наркотиками. Директор по связям с общественностью Джеймс Анкер, которому, увы, приходится быть крайне политкорректным в своем интервью, заявил «Мы отлично понимаем, почему гаитянское сообщество так переволновалось, и относимся к этой проблеме очень серьезно. Никто не хотел задевать в Vice City чувство какой бы то ни было этнической группы. А все это недоразумение произошло из-за выдирания отдельных фраз из общего контекста. Насколько вы помните, угрозы в адрес гаитян в игре звучали исключительно из уст кубинских мафиозиев, по сюжету главных их конкурентов. Что ж, будем надеяться, что гаитяне успокоятся и перестанут критиковать понапрасную игру, которая, кстати, появилась в продаже более года назад. Далее в программе пятерка самых популярных игр этой недели. Max Payne 2 уже больше месяца не покидает рейтинги самых востребованных игр. Этот виртуальный боевик стал одной из самых популярных экшен-игр на PC. Классический голливудский блокбаст с обилием стрельбы, акробатических утюков и, что удивительно, достаточно интересным сюжетом, перенесенный на PC. Итак, The Fall of Max Payne на этой неделе замыкает пятерку самых популярных игр. Никто не живет вечно, но иногда они возвращаются. И даже не иногда, а очень часто, если речь идет о героях популярных игр. Тут, как говорится, жди сиквела. Не миновалась я участь и Кейт Арчер, героиню No One Lives Forever от Monolith, суперагента подразделения Unity. Итак, на третьем месте в рейтинге самых популярных игр недели No One Lives Forever 2 Contract Jack. Весьма занимательный шутер с неплохой графикой и оригинальным сторилайном. Call of Duty. Сколько уже было сказано об этой игре. Тактический командный 3D-шутер от уже успевшей хорошо себя зарекомендовать студии Infinity Ward. Графика на твердую пятерку, звук выше всяких похвал. Масса разнообразных миссий, включая сражения на поле боя, поиск и спасение и диверсии. Легендарные события Второй мировой вновь приковали к себе внимание миллионов геймеров. Итак, Call of Duty на этой неделе на третьем месте в рейтинге наиболее востребованных игрушек недели. На втором месте в пятерке самых популярных игр «Властелин колец. Возвращение короля», выполненная по всем стандартам голливудских блокбастеров. Эта игра сделает вашу жизнь незабываемой, наполнит ее неким возвышенным смыслом. Уж на пару дней-то точно. Ну а чемпионом этой недели по-прежнему остается MeForSpeed Underground. Этот рейсинг-шедевр от Electronic Arts уже завоевал признание среди геймеров всего мира. Эталонная графика для игр подобного рода, сумасшедший звук и отличный саундтрек, ночные безумцы на улицах мегаполиса, бешеная скорость и море адреналина. Все это Underground. Если вы еще не попробовали эту игру, то обязательно, обязательно попробуйте. Все эти и многие другие игры вы обязательно найдете в фирменных отделах компании Gigabyte, которые, напомню, располагаются по адресам. Проспект Строители 16, КДМ Маркет, Красноармейский 64, Торговый центр Майский. А теперь Gigabyte стал еще ближе и доступнее для каждого. Весь ассортимент CD-центра вы можете найти и в новых магазинах компании. Мы продолжаем. Если вам по душе фильмы Альфреда Хичкока и Стивена Кинга, если вы любитель пощекотать нервишкой к каким-нибудь ужастикам, вы наверняка знакомы с игрой под названием Silent Hill. Недавно мрачная история городка Безмолвный Хоум получила очередное продолжение в виде третьего по счету Сифпола. Что из себя представляет эта игра, мы и увидим далее. Вышедший в начале 2002 года Silent Hill 2 нагнал немало страха на пользователей персональных компьютеров. Рискнувшие запустить игру погружались в мир кошмаров. Половина игроков умирала от разрыва сердца еще до встречи с первым врагом. Оставшиеся в живых проходили игру запоем за один раз, после чего навсегда превращались в прикованных к креслу инвалидов с трясущейся седой головой и перманентной паранойей. Единицы, сохранившие ясный разум и твердую память, стали требовать продолжения, грозясь закидать разработчиков исками о нарушении психического здоровья. Канаме не оставалось ничего другого, кроме как уступить требованиям трудящихся. Первый вопрос, который задают граждане, узнавшие, что я играл в Silent Hill 3, звучит до ужаса банально. Сохранилась ли в игре та непревзойденная, пропитанная эманациями ужаса, атмосфера? Спешу заверить, да, атмосфера осталась на своем законном месте. Во время прохождения игры вас будут преследовать всевозможные фобии. Вы будете дрожать от страха, выбивать зубами чечетку и покрываться ледяным потом. Лично я мог играть в эту игру только днем и только в присутствии посторонних людей. И все равно пришлось изрядно потратиться на валерьянку и волокордин. Причины такой эмоциональной реакции просты. Разработчики изрядно потрудились, чтобы запугать несчастного игрока. Темные длинные одинаковые коридоры, усиливающие эффект безысходности, мрачные пустые комнаты, в которые приходится возвращаться по нескольку раз в различных состояниях. На создание атмосферы тотального ужаса работает и дизайн монстров. Зачастую трудно сказать, что у такой тваря откуда растет. И вообще, как такое может существовать. Среди тварей, кстати, есть и старые знакомые. Всеми любимые медсестры, способные с помощью своего солидного арсенала залечить кого угодно до смерти. Про сюжет я вам ничего не скажу, даже не умоляйте. Рассказать хоть малую толику этого, значит забрать большую часть удовольствия от разгадывания головоломок. В целом, геймплей по стилю практически не изменился со времен второй части. Надо отметить, что приставочное происхождение игры дает о себе знать, и управлять персонажем с помощью стандартного набора клавиатуро-мышь весьма непросто. О графике. Модели монстров и персонажей выполнены на твердую пятерку. На них явно потратили неприкосновенный запас полигонов. Лица прекрасно анимированы, к тому же замечательно передают все тончайшие нюансы настроения. В саундтреке по-прежнему присутствуют как полюбившиеся инструментальные мотивы, так и закадровый амбиент, призванный нагнать побольше страху. Уже от этой музыки ужаса похоже начинают маршировать мурашки размером со страусиное яйцо. Завершая обзор, хочу сказать одно. Вам понадобятся крепкие, как рельсы, бамма нервы, чтобы пройти всю игру до конца и не тронуться умом. Короче говоря, нервных просим отойти в сторонку, от греха подальше. Остальные любители ужасов, добро пожаловать в ваш персональный кошмар. Игрушку Silent Hill 3 вы можете приобрести только в отделах Гигабайт. Компания внимательно следит за всеми релизами и первой в городе предлагает вам самые свежие игры. Ну а я на этом с вами прощаюсь.